Обычная уютная комната по совместительству мастерская. Здесь в домашних условиях на 3D принтере производят вот такие защитные маски от коронавирусной инфекции. Александра Акимова девушка творческая и профессия у нее необычная. Уже несколько лет она руководит детским инженерно-техническим центром. Сейчас, как и многие, на самоизоляции. Идею мастерить защитные экраны маски подсмотрела в интернете. Говорит, за рубежом эта практика уже давно не в новинку. Такие защитные щитки можно носить медикам и тем, кому неудобно ходить в маске. Для сотрудников магазинов, которые сидят на кассах, которые сидят весь день, через них происходит большой клиентопоток. Защитный экран индивидуальный, он намного удобнее, чем защитный экран на кассе стоящий, потому что бабушки заглядывают иногда, плюс слышимость плохая. Защитные экраны похожи на маску сварщика. Основу печатают на 3D принтере. Защитный экран сделан из пленки. Преимущество такой конструкции в том, что можно не дотрагиваться до лица и глаз грязными руками. Щиток подойдет и тем, кто носит очки. Его можно подогнать под свой размер головы. Многократно обрабатывать антисептиком и использовать много раз, в отличие от медицинских масок. И это не является неудобным. То есть оно вполне комфортно, оно легкое, оно не мешает мне, да, и я как раз все вижу вокруг. Для того, чтобы сделать одну такую конструкцию, может потребоваться от двух с половиной часов и более. Готово только четыре. Такие щитки планируют передавать медучреждения бесплатно, в остальных случаях по себестоимости, которая не превышает 150 рублей. Сейчас Александра ищет единомышленников, тех, у кого есть подобный принтер и желание помогать. Мария Микшута, Андрей Печоркин. День с толком.